6 мая Даугупил с официальным визитом посетил министр здравоохранения Даниэл Спавлюц. После встречи с руководством и медиками Даугупилской региональной больницы и посещения Центра массовой вакцинации, в Большом зале городской думы состоялась беседа с руководством городского и краевого самоправлений, специалистами, осуществляющими вакцинацию, и представителями общественных организаций. Главной целью было обсудить, как общими усилиями можно способствовать этому процессу в регионе. Руководство Даугупилской городской думы и краевой думы проинформировало министра о проделанной работе и о том, какие вопросы, исходя из локального опыта, необходимо решать в первую очередь, чтобы вакцинация проходила активно. Своё мнение высказали также представители общественных и религиозных организаций. Министр здравоохранения Даниэл Спавлюц отметил большую роль в самоправлении в осуществлении процесса вакцинации. «Я выражаю глубокую признательность самоправлением, как руководству, так и сотрудникам, ведь без них осуществить вакцинацию государственного масштаба было бы просто невозможно. Не было бы центров вакцинации, если бы самоправление их не создавали. В таком случае у нас были бы только семейные врачи и медучреждения, а этого явно было бы недостаточно. Чтобы всех вакцинировать, понадобились бы двукратные или трехкратные мощности. И это именно инициатива и заслуга самоправлений, организовавших центры. Главной задачей для меня является выехать из Риги и пообщаться с людьми, которые реально делают свою работу. Услышать от них, с какими трудностями, ежедневно приходится сталкиваться на практике. Потому что теоретически мы можем создать систему, которая вроде бы отвечает на все вопросы. Но на практике есть вещи, предусмотреть которые бывает очень непросто. И очень важно, что самоправление – это та форма власти и управления, которая находится ближе всего каждому человеку, каждому жителю. Поэтому осуществить проект необходимо в тесном сотрудничестве. В ходе встречи большое внимание было уделено вопросу о том, как предоставить населению наиболее обширную объективную информацию. Затрагивались также вопросы мобильности, актуальные для местности с менее высокой плотностью населения. Широко обсуждались послабления ограничений, которые вскоре могли бы ввести для вакцинированных. Об этом, по словам министра, более конкретно можно будет говорить только тогда, когда вакцины будут свободно доступны для всех жителей Латвии, и процент вакцинированных будет значительно выше нынешнего. Главным было названо то, что вакцинируясь, человек в первую очередь защищает свое здоровье тяжелых последствий заболевания. И в Латвии уже есть примеры того, как масштабная вакцинация останавливает распространение заболеваний, если пока не на уровне соуправлений, где еще слишком маленький процент прививок, то в определенных учреждениях, где находятся люди, подверженные особому риску. Радикально уменьшилось заболеваемое среди медиков. И в центрах социального ухода ситуация на сегодняшний день совершенно иная. Закончился этот ужас тяжелыми заболеваниями и высокой смертностью. Вспышки случаются, но никому не требуется госпитализация. Все в крайнем случае переболевают в легкой форме. И именно к этому мы стремимся. В Даугупилсе на сегодняшний день вакцинировано более 6 тысяч человек. Вакцинация по предварительной записи продолжается и в центрах массовой вакцинации, и у семейных врачей, а также в лечебных учреждениях. Подать заявку можно на домашней странице manovaccina.lv, по телефону 8989 или через своего семейного врача. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.